Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас сегодня снова на своем канале Европейская Психиатрия. Сегодня у нас рубрика «Техники без воды» и сегодня мы с вами говорим о том, как избавиться от прокрастинации. Вообще эти советы настолько универсальны, и я думаю, что их должен знать практически каждый человек, который объявляет бой прокрастинации, что справиться с прокрастинацией, не зная этих элементарных вещей, вообще очень сложно. Несмотря на всю простоту, я могу сказать, что эти советы выкристаллизовались у меня за годы-годы практической работы, за годы работы с пациентами на психотерапии, и я смогла сформулировать три самых простых правила, которые эффективнее всего работают именно для борьбы с прокрастинацией. И сразу нужно сказать, что прокрастинация может иметь разные причины. Что это значит? Например, если человек что-то откладывает, нужно разобраться, действительно ли человек этого хочет. К примеру, приходит пациент на психотерапию и говорит, что он хочет накопить на дом. Для этого ему нужно работать, откладывать, а для того, чтобы вообще начать сработать, нужно получить образование в какой-то сфере. Но образование никак не идет. То есть человек не смотрит лекции, не садится учиться. То есть ему очень сложно вообще открыть учебник и подступиться вот как-то к этой горе, как он себе представляет вообще это все мероприятие. И когда мы начинаем изучать дальше, мы выясняем, что вообще-то человеку не хочется вкладывать в этот дом. Он вообще не хочет своего дома, он хочет путешествовать. У него вообще другие намерения и другие идеи. Еще одна причина — это когда человеку вообще сложно понять, чего он хочет и куда он идет. Сложно понять свои желания. Например, человек говорит, что да, я буду заниматься режимом дня, распорядком дня, буду планировать, буду выполнять какие-то мелкие бытовые дела. Но самый главный вопрос — а зачем? Потому что все-таки в прокрастинации вот часто я с своими пациентами даже прихожу к тому, что это вопрос цели и смыслов. Если у человека есть более высокая цель, зачем ему вообще планировать? Зачем ему проживать свой день вот по какому-то расписанию? Зачем ему делать те или иные бытовые вещи? Тогда он подстроит все свое расписание под более высокую цель. Но ведь, например, составлять какие-то планы и списки — это же не сама цель. А когда есть более высокое дело, более высокая цель, уже планировать какие-то мелкие дела совершенно несложно. И, конечно, причиной прокрастинации может быть какой-то медицинский диагноз типа СДВГ у взрослых. Потому что, конечно, этот диагноз часто встречается у детей. У меня уже были видео на эту тему. Но одна треть людей, страдающих СДВГ в детстве, забирает этот диагноз с собой и во взрослую жизнь. И такому человеку, естественно, гораздо сложнее планировать. Гораздо сложнее следовать какому-то плану. Гораздо сложнее ставить себе цели, доводить дела до конца. То есть у такого человека, конечно, хаос в жизни. Это может быть хаос дома, это может быть хаос в работе вообще, в делах. И поэтому нужно разбираться. Потому что при СДВГ, например, есть методы лечения с помощью медикаментов. И нужно разбираться. Может быть, человеку поможет именно вот такое вот лекарственное лечение. Также, конечно, когда наблюдается прокрастинация. Это может быть, к примеру, депрессия средней тяжести. Депрессия тяжелая. Ну, вообще при любой депрессии, конечно, возникает апатия. То есть человеку не хочется делать то, что его раньше радовало. Человеку вообще сложно найти какие-то силы для новых действий, для новых планов. Поэтому вот этого тоже нужно смотреть. Это могут быть и расстройства личности. Потому что вот по моему опыту, например, приходят люди с тем же пограничным расстройством личности. И, как правило, у них тоже хаос в жизни. Они говорят, вы знаете, вообще начинаю, бросаю, начинаю, бросаю. Потому что ко многим занятиям у них возникают такие же циклы, как и к людям. То есть идеализация и обесценивание. Вначале человеку хочется чем-то заниматься. Он прямо загорается, глаза горят. Покупает себе все необходимые материалы, например, для рисования, для шитья, для вязания. И чем-то начинает увлекаться. И потом через какое-то время вот это вот проходит. И у человека все это заброшено. Все эти материалы лежат. Вот, конечно, тогда нужно работать уже с расстройством личности как таковым. На это тоже есть определенные методы психотерапии. Поэтому, если у вас есть подозрения, что прокрастинация вызвана каким-то медицинским состоянием, обязательно обращайтесь на диагностику к специалистам. Итак, давайте перейдем к этим трем советам, которые выкристаллизовались у меня именно во время работы с пациентами за все эти годы. Первое правило, одно из самых важных правил, это откладывать приятные дела на потом в виде вознаграждения. Что это значит? К сожалению, люди, которые прокрастинируют, привыкли получать удовольствие. Здесь и сейчас. То есть удовольствие немедленно, удовольствие сразу. И вот здесь речь идет о том, что вот эти приятные дела, такие как, например, поесть что-то вкусненькое, или посидеть в интернете, посмотреть шоппинг, какие-то сайты с шоппингом, или посмотреть YouTube, или послушать музыку, они не должны заменять дела основные. Вот здесь вот важно, друзья, чтобы вы разграничили все дела и разделили хотя бы очень примитивно на две группы. То есть группа дел, которые вас куда-то продвигают, группа дел, которые вам нужны. Это учеба, это работа, это какие-то деловые проекты, это хорошие деловые контакты. То, что вам нужно, то, с чего вы потом будете жить. То есть то, что вам будет приносить заработок. Это ваше продвижение, то, что вам важно для жизни. И вторая группа, это те дела, которые уже приносят только какое-то расслабление, развлечение, удовольствие. То есть это, например, посмотреть какое-то видео в YouTube, послушать какую-то лекцию, потому что люди почему-то думают, что если они слушают какие-то лекции в YouTube, даже если они познавательные и полезные, что они вот куда-то себя продвигают. Ну, на самом деле это не совсем так, потому что все-таки это контент развлекательный. Любые лекции, если вы напрямую их не переводите именно в практику и в свою профессию, и вы с этого потом не получаете доход, все это развлекательный контент. Поэтому все это оставляем на потом. Здесь проблема в том, что человек не может ставить себе долгосрочные цели, а долгосрочные цели как раз подразумевают под собой отказ от сиюминутных удовольствий. И вот этому как раз нужно учиться. И бывает так, что у человека весь день проходит вот в каких-то таких странных активностях развлекательных, но человек даже этого не осознает. И вот день прошел, вроде бы уже ничего не сделал. То есть вроде что-то делал, что-то смотрел, что-то слушал, куда-то ходил. Но при этом дела так и не продвинулись. Поэтому пишите прям себе список вот этих вознаграждений. Они не должны заменять основные дела. И поэтому здесь вот нужно отсрочивать как раз получение вот этого приятного удовольствия. То есть хочется что-то сделать, а нет. Вначале нужно сделать полезное дело, и после него уже удовольствие идет как вознаграждение. Например, нужно поработать с компьютером, а хочется полежать. Вот не надо лежать, надо сесть за компьютер, а полежать уже после идет как приятное вознаграждение за то, что вы хорошо поработали. Совет второй. Это сокращать время между импульсом сделать полезное дело и вот таким настоящим действием. То есть это наоборот. Если там мы растягивали это время, говорили, надо отложить на потом, то здесь мы наоборот этот период сокращаем. Мы говорим, вот появился импульс, сейчас убраться. Или появился импульс, сейчас сесть, написать дипломную работу. Вот надо этот импульс использовать, прямо садиться и писать. Вот здесь мы это время, да, вот от импульса до действия как раз сокращаем. То есть не нужно откладывать и говорить себе, я сделаю это потом, завтра, вечером, на следующей неделе и так далее, и так далее. Это своего рода тренировка, потому что вначале, конечно, вот обе эти стратегии, первая и вторая, они будут достаточно дискомфортны. Возможно, вообще у большинства людей они будут вызывать какую-то внутреннюю тревогу, внутреннее сопротивление. Но вам просто нужно держать в голове свою более высокую цель и понимать, что сейчас вы как бы переучиваете свой мозг, вы становитесь на совсем другие рельсы, это другой путь реагирования. И поэтому, конечно, какой-то дискомфорт вначале возможен. И еще один такой лайфхак вот к этому второму пункту, что есть вещи, которые, может быть, вам вообще сложно делать. И что это значит? Если какую-то вещь сложно делать, вообще к ней не подступаетесь, вот вы пишете себе и не можете начать, пишете и не можете начать, вот тогда на какое-то время вообще вычеркивайте это делать из своего списка, потому что нет ничего хуже, чем вот такие вот незакрытые гештальты. Это как раз вещи, которые тянут вашу энергию, вы об этом постоянно думаете, вы держите это постоянно в голове, что вот надо это сделать. И это тянет и тянет вашу энергию, а в реальности ничего не происходит. Поэтому вычеркните этот пункт, пока из своих списков займитесь другими делами. Возможно, когда-нибудь в будущем вы к этому вернетесь, а возможно, вообще поймете, что это вам совершенно не нужно. Но главное, чтобы ваша энергия не уходила в размышления на те дела, которые вы сейчас точно не сделаете. И совет номер три. Я, конечно, здесь не открою Америку, но этот пункт вытекает из первых двух. Он тоже очевиден, но, к сожалению, не все им пользуются. Самая большая мотивация для нас, это, конечно, связка некого дела не очень приятного с чем-то очень приятным. То есть это тоже позитивное подкрепление, это тоже теория научения. Мы все время крутимся вокруг одних и тех же вещей, это тоже предельно просто. То есть связывать два дела. Например, вам не очень хочется заниматься спортом, но вы очень любите слушать какую-то музыку, и вы можете связать именно эту музыку классную, которая вам нравится, которую вы слушаете с удовольствием со спортом. И у вас спорт не будет ассоциироваться с чем-то неприятным, болезненным, что вам вообще вы так себя прямо мучаете на спорте. Нет, он у вас будет ассоциироваться вот как раз с той хорошей музыкой, которую вы любите. Или, например, вам нужно сделать работу в срок. Если вы будете себя мотивировать тем, что если вы не сделаете, будет ругаться шеф, это будет негативное подкрепление. То есть делать что-то, чтобы что-то негативное не произошло. И вот такое негативное подкрепление, это самое худшее, что можно делать, и оно, как правило, не работает. Нет, вам нужно сделать позитивное подкрепление. То есть, например, вы делаете эту работу вечером, а потом вы себя вознаграждаете чем-то вкусненьким. Или вы идете в кино, или вы куда-то идете встречаться с друзьями. То есть вы совмещаете одно с другим. Или во время работы уже, например, вы ставите себе какую-то музыку, например, где-то очень тихо, чтобы она играла на заднем фоне. Либо вы, например, делаете себе очень вкусный чай в это время, очень вкусный напиток какой-то, который вы пьете не каждый день, но вот как ритуал вы сейчас это делаете для себя. То есть связать что-то негативное с чем-то позитивным. Я думаю, здесь идея понятна. Итак, друзья, буду рада получить ваши комментарии как раз о этих методиках. Насколько вы можете применить это в своей жизни. Напишите, есть ли результаты, если кто-то уже попробует. Мне будет очень интересно. Оставайтесь на канале, подписывайтесь. И я желаю всем психического здоровья.